Супер серии с ЦСКА в конце 90-х. Сезон в Евролиге и целый список собственных воспитанников, получивших баскетбольное образование в Саратове. Почти в каждом российском клубе Единой Лиги ВТБ и Суперлиги есть выпускники Саратовской школы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автодор давно прославился в первую очередь как кузница молодых талантов. Здесь начиналась история главной баскетбольной дружбы России Сергей Моня и Виктор Хряпа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саратов – мой родной город. Очень приятно сюда возвращаться. Приезжается каждый год, постсезонно, получается, летом. Наверное, не было еще такого, чтобы постсезонно сюда не приезжал. Саратов расходил вдоль реки Волги, но я жил в фонаре, вон там светится, где трубы, где много заводов. Поэтому район назывался «Заводской». И вот там уже латерировались. Мы на противоположной стороне, ну, около моста, где Саратов Энгельс там был. Ну и сейчас есть зал «Юность», потом построили новый зал «Звездный», когда команда играла в Евролиге один год. И вот такой вот большой промежуток приходилось преодолевать. Ну, в основном на троллейбусе, час за полтора назад выходил из дома. Виктор здесь тоже приехал, когда я был 15 лет с братом. Брат у него старше на три года. В школе я очень хорошо здесь играл. Мы рад, чтобы мы были познакомились. И во всех командах здесь. В «Афтодоре-2» и «Химики», и в «Афтодоре» играли вместе. Много дал нам этот город и эта команда для нас. Самый первый матч. У меня включили заявку. Мы играли с «Локомотивом» из «Менеральных вод». Но на поляну не вышел, не выпустили меня. А потом мы играли мы с «Униксом», когда как раз там Евгений Пашутин играл за них. И меня в конце выпустили. И, кстати, подобрал мяч в шевом кольце, и Евгений Пашутин мне свалил. Получилось, фалом забил. И штрафман забил. Мои были первые три очка, наверное, за «Афтодор». За карьеру Моня сменил шесть клубов. Играл поэту и ту сторону океана. Капитан России выиграл чемпионат Европы 2007 года, бронзу Евробаскета 2011-го и бронзу Олимпийских игр. Все медали Моня хранит дома у родителей, в родном Саратове. Это особенное место для него. Команда, которая меня воспитала, «Афтодор Саратов». Много с ней связано очень приятных моментов. Как начинал, какая атмосфера была в Саратове. Поэтому, когда приезжаю после длинного сезона сюда, смотрю на эти фотографии, майки, и сразу какие-то положительные эмоции испытываешь в себе внутри. И проживаешь эти мгновения вновь. После «Афтодора» идет майка ЦСКА, где я играл три сезона. Жалко, что не удалось играть Евролигу, но зато стал тридцать чемпионом России. Кубок угрыли. Ну и команда была очень хорошая. Считаю этот период тоже очень важный в моей карьере. Тем более с таким тренером, как Нушу Нывковичу. Большая заслуга в его моем становлении как баскетболиста. В Портленд. Хорошо, что в Портленде был в свободе номер 12. Это мое любимое число. Поэтому, когда меня спросили, под каким номером хочешь играть, я сказал 12. И не жалею, что туда уехал, увидел очень многое. И поиграл очень с хорошими игроками. Научился многому, чем не только в баскетболе, но и в бытовом плане. Когда я с Портленда, меня поменяли в Сакраменто. Там уже 12 номер был закреплен. Поэтому более-менее, который свободно был, был номер 15. После Сакраменто было Динамо. Первый год был занят номер 12. Был Лазарь, Апандополс под ним играл. Потом, когда ушел, я взял номер 12. Динамо было 4 года. Первый год с Душиной Ивковичем, с Пешичем, с Блатом, с Базаревичем. Медаль, но есть не все. Это с Евробаскета, 2011 в Литве. Взяли бронзу с Македонии за третье место играли. Когда заходишь, смотришь на медали, сразу игры все вспоминаешь. И это самое тяжелое, наверное, испанское золото. Это испанцы для себя готовили. Потому что точно для других такие не делают медали. Поэтому королька награждал, думаю, не для вас медали. Но получилось так, что выиграли мы. Мы не были фаворитами. Даже нас никто, наверное, в финал не стал, что мы с группами выйдем. А дальше, как обычно, проиграем. До этого года все выходили. И в первом же раунде плыва проигрывали. Но в том году очень была команда сильная. И атмосфера в команде была очень хорошая. Поэтому такой сплав был и молодости, и среднее поколение, и ветеранов. Ну и, конечно, Андрей Кириленко был в сумасшедшей форме. Лучший игрок того чемпионата. Ну и Джей, конечно, забил этот мяч. Столько лет тренировался, бегал, прыгал, так скажем, путешествовал. Чтобы смотреть, что не зря это все было. С финала, после игры, 2007 года. Вот даже от роспись Андрея Кириленко. На весам видно вместе. Поэтому, думаю, Витька Хряпи, Сергей Быкова, Никита Шабалкина, Алексей Саврасенко. Специально сделал для... под флаг России. Клуб на берегу Волги был основан в 1960 году под названием «Спартак». Возможно, это был единственный случай в истории, когда команда с названием «Спартак» выходила на игры в черно-белой форме. Потом автомобилист и уже в 90-х автодорожник строил свою провинциальную империю баскетбола. В первом же чемпионате России Саратов завоевал бронзу. И на протяжении целого десятилетия черно-белые были главным конкурентом ЦСКА. 12 сезонов подряд клуб постоянно участвовал в европейских худных турнирах, в том числе Евролиге. Все эти успехи волжан связаны с именем Владимира Родионова. Все, что здесь делается благодаря ему, свое время и денежные средства вкладывал, и душу, наверное, здоровье много оставил. Это фанат баскетбола, который даже ошибается, он готов работать, он ошибается, он находит правильное решение. Он все равно живет баскетболом, это однозначно. То есть можно к нему по-разному относиться, но если таких не будет, как и вставщий, ну, наверное, баскетболу в России будет однозначно хуже. Можно его не любить, можно к нему по-разному относиться, но без него это точно определенный двигатель российского баскетбола. Владимир Родионов. Человек-оркестр. Президент, тренер или тренер-президент. Он чаще всех в Единой Лиге ВТБ меняет главных тренеров. Известен своими жесткими высказываниями. Моих денег достаточно, ну, как бы для моего уровня бизнеса, что ли, достаточно каждый год крутится. Все время с опозданием деньги поступают. Порядка 10 миллионов всегда маленьких там крутят. Надо пройти 90-е, чтобы не бояться ни за что, ни за свои слова, ни за что. Это же не просто так бизнес прожить 90-е, правильно? Сложно. Кажется, вы понимаете, о чем вы говорите. Хочу понимать, мне аж два года назад заказали. Человек сейчас сидит, 10 лет получил. Чтобы был я расстрелян прямо у зала при народе. За то, что я, хотели у меня отжать просто мои помещения. Но это не баскетбольная история. Да, нет. Мы давайте ограничиваемся баскетболом. И это же баскетбол отношение, к чему-то хотели, чтобы при баскетбольных зрителях это все сделать. У вас есть личная охрана? Сейчас нет. Я никому не должен, никого не обижаю. Никого не трогаю. Противостояние с ЦСКА отдельная глава в истории клуба. Во второй половине 90-х Автодор был единственным, кто бросал вызов красно-синям. Два раза саратовцы становились чемпионом Суперлиги, но одержать победу на ЦСКА в финальной серии так и не удавалось. Наиболее близка к победе команда была в сезоне 96-97. При счете 2-2 в финале в решающем пятом матче Автодор не смог дома обыграть армейцев. В 2002 году саратовская команда все-таки сумела одолеть ЦСКА в серии плей-офф, сенсационно оставив армейцев без медалей. Но чемпионом тогда стал пермский Уралгрейд. Два хороших года я провел там, одни из лучших в своей карьере, то есть мы действительно бились там, и это был, наверное, именно хороший баскетбол, потому что мы бились, и у нас получалось, что мы в сезоне играли такие очень хорошие игры, и плей-офф все время заканчивался такой, скажем, битвой. Не знаю, наверное, болельщикам нравилось, мне нравилось там находиться в тот момент на площадке. Здесь, конечно, очень много хороших игроков играли, которые потом играли в сборную России. Это братья Пашутины, Андрей Мальцев, Андрей Петисович, Калкин. Много людей прошло эту школу, всегда славилось богатой историей. В Лайме представься Родионов, который находил эти таланты и развивал их там. Потом они, ну, как, наверное, такая жизнь у этого города, наверное, то есть они потом просто уезжали, кто там уезжал в ЦСКА, кто в другие клубы, и редко кто оставался там и продолжал карьеру, потому что появлялись новые, более молодые ребята. Ну, у многих из них сложились хорошие судьбы, и многие могут гордяться, наверное, тем, что они начинали выступать в Саратке. Лучшие годы, наверное, баскетбольной карьеры прошли в Автодоре, где Владимир Истафьевич Родионов дал возможность играть по 30-40 минут. Я позиция разыгрывающая, верила в меня. Нам удалось пробиться в Евролигу. К сожалению, кубок не удалось. Мы тогда проиграли в Жальгересу в полуфинале, но не удалось выиграть кубок-кубка. Но, тем не менее, Саратов попал в Евролигу, и он выступал в Евролиге. Это ярчайшие, наверное, были годы. Автодор вернул эту интригу, вернул интерес в стране баскетбола. Сейчас в Саратове нет чемпионских амбиций, но в составе Автодора сразу несколько игроков не старше 18-ти. Автодор – самая молодая команда единой лиги ВТБ. В среднем баскетболисту саратовского клуба 23,5 года. ЦСКА входит в тройку самых возрастных клубов лиги. В среднем армейскому баскетболисту чуть больше 28-ми. Почти 5 лет – разница с Автодором. Для баскетбола это очень много. Запомните этого парня с номером 10. Никита Михайловский проводит второй сезон в единой лиге ВТБ. О нем говорят, как о будущем российского баскетбола. И ее одной из главных молодых звезд прямо сейчас. В сентябре 2018 он стал совершеннолетним, а летом он зажигал на юниорском чемпионате Европы, где был включен в символическую сборную турнира. Смотрим список дел Никиты Михайловского за лето 2018. Получил вызов в лагере NBA Global в 3 виза, куда отбирают самых талантливых игроков со всего мира. Выбран символическую пятерку юниорского чемпионата Европы 2018, где сборная России заняла четвертое место. Набрал 33 очка в матче против Литвы. Стал лучшим снайпером чемпионата Европы. Никите Михайловскому выдают авансы, гадая, в каком клубе НБАО накажется в будущем. И сравнивая с главной звездой единой лиги ВТБ Алексеем Шведом. Между лидером Химок и юным форвардом почти 12 лет разницы. А за подмосковным «Суперменом» Михайловский следил с детства по телевизору. Я давно за ним следил, наверное. Когда мне было лет 10, мы с парнями все время обсуждали. Вот там Швед в Миннесоте, то-то, то-то делал. Да, это, конечно, очень круто было выйти, наверное, против своего кумира и сыграть против него. Вроде три трешки через меня смазали. Вот это то, что я запомнил. Стиль игры Михайловского со всеми поправками на возраст очень напоминает манеру Алексея Шведа. Взрывной, быстрый, нацелен на кольцо. А игровой номер в честь одного из лучших футболистов в истории – Рональдиньо. Расскажите о своем баскетбольном пути. Как все начиналось? С родителями были на озере. И у родителей был знакомый тренер. Они там встретились. Я на тот момент тогда занимался футболом. Вот они сказали то, что ты будешь большим, высоким. Гены есть. И они предложили баскетбол. И только спустя, наверное, месяцев пять я туда пришел. И совмещал футбол с баскетболом. Потом надо было выбирать что-то одно. И предпочитал больше баскетбола, чем футбол. Сколько лет вы находитесь в системе «Автодора»? Как происходит ваше общение с президентом Владимиром Родионовым? В системе я нахожусь уже четвертый год. С самого начала, как я так приехал, он вроде бы не особо так обращал на меня внимание. Но все равно приходил на каждую тренировку, кидал задания. Он довольно жесткий человек. Как он общается с вами? Он обычный человек. Я не знаю уж как там он с другими ведет. Но основной он был как обычный тренер. Там, может быть, повышал голос, где-то хвалил. Ко всем одинаково было. Вас вызывали в европейский преддрафтовый лагерь НБА. Как вы узнали об этом? Меня вызвал президент в офис. Мы с ним поговорили об окончании единой лиги. И просто он в конце добавил то, что вот тебя вызвали в Тревизу. В Тревизу традиционно собираются самые сильные молодые игроки. Как вы себя чувствовали среди лучших из лучших? У нас было 12 человек. Они из европейских разных чемпионатов. Против нас играла сборная Австралии. Две NBA Академии. Мы сыграли с ними три матча. Все три выиграли. Вы играете, а вокруг сидят скауты, которые формируют рейтинг. И от их записей зависит, выберут вас на драфте или нет. Волнительно? Играл как будто это обычные были болельщики. Но все равно в голове я думал, что да, это шанс, чтобы показать себя. Вас впервые вызвали в сборную России. Ваша фамилия есть в расширенном составе. Удивились, когда узнали? Увидел я это в соцсетях. Сначала прочитал заголовок, что я вызван в расширенный состав сборной. Сначала подумал, что это, наверное, Ю-19 к нашему чемпионату мира. А потом начал достать состав и увидел там мое имя. Ну, обрадовался, конечно. Ведь это то, к чему я, наверное, стремился. Это в определенной степени аванс. Он хорошо себя проявил на чемпионате Европы до 18 лет. У него, несомненно, есть талант. Вот. Ему, конечно, тяжеловато здесь играть. Для того, чтобы больше минут получать, мне кажется, ему надо прибавлять защите. Вот. Ну, и он такой достаточно креативный игрок на взрослом уровне. Тем ребятам, которые, в общем, четко выполняют задания, им пока полегче. Никита Михайловский. Главная баскетбольная надежда прямо сейчас. Спустя четыре года в Саратове в его дневнике открывается новая страница. Сборная России. И, возможно, чемпионат мира. Следующий шаг. Лучшая лига мира. НБА. А Автодор продолжает поиск новых талантов. В надежде бросить вызов чемпиону. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok